Доброе утро всем добрым людям, шановные украинцы, я щиро привитаю вас усих, моя величезная подяга вам усим за то, что я в безпеке, в полной безпеке сижу на этой кухне с попугаями, я по-прежнему, мне и так жрать надо, по-прежнему в 200 километрах от Крещатика попугай реагирует на человеческую речь. Замечательно, сегодня 3 марта 2022 года, время у меня 11 часов, сегодня 3 числа Путин сделал очередной подарок дорогим россиянам, теперь они уже должны заплатить 30% комиссии за покупку валюты, мне сейчас вот об этом сообщили. Ну, с другой стороны, зачем россиянам сейчас валюта, куда ехать? Куда ехать? В Европу не летаем, в Америку не летаем, можно, конечно, сходить в Северную Корею, но там с людьми, у которых в кармане американский доллар обращается чудовищно плохо. А почему не видно меня? А меня нечего видеть, потому что у нас сейчас такой спецвыпуск, я ничего умного вам говорить, да я и раньше не говорил умного, не буду. Дело в том, что вчера Юрий Бутусов дал чрезвычайно интересное, содержательное, важное интервью Юлии Латыниной. Это все уже есть у Юлии Латыниной, это все можно видеть, но я решил, что там большой длинный текст, наиболее важные, на мой взгляд, интересные детали, фрагменты этого интервью, они очень важны. Мы с Димой решили выложить в качестве такого-то отдельного ролика. Поэтому сейчас просто будет звуковая дорожка появиться, но я должен объяснить, кто такой Юлия Латынина знают все в России, а кто такой Юрий Бутусов знают все в Украине, и теперь моя задача объединить. Юрий Бутусов, очень известный в Украине человек, ну можно сказать, сначала он был военный корреспондент, потом он стал военным аналитиком, продолжая быть корреспондентом и организатором интернета портала Цензорнет в ту войну, в 2014 году, это был, наверное, один из самых читаемых, важных порталов информации. Он и сейчас остается военным журналистом, военным аналитиком, вообще известным журналистом в стране. В какой-то момент он был даже советником министра обороны, так как это дело было недолго, недолго. Для того, чтобы четко было ясно, надо пояснить еще один момент. В Украине, в отличие от России, есть политическая жизнь, есть политическая борьба, есть меняемость власти. Тут сначала один президент, потом другой президент, еще один президент и так далее. Дело в том, что сейчас президент в Украине Зеленский, Юрий Бутусов, был в числе тех активных граждан Украины, которые критиковал Зеленского. Активно, очень сильно, очень резко критиковал Зеленского. Я не даю никаких оценок, я не гражданин Украины, просто чтобы было понятно, некоторые интонации, которые вам, возможно, просятся в глаза. Это позиция человека, который до войны, подчеркиваю, до войны, занимал совершенно нормальную, оправданную позицию, политическая позиция. Так оно и должно все быть. На этом я заканчиваю свою болтовню. И сейчас Дима выведет вам фрагмент звуковой дорожки с наиболее интересными, примечательными фрагментами интервью Бутусов. Да, еще одно замечание. Там вы услышите про 700 тысяч мобилизованных украинцев. Эта цифра вам, возможно, кому-то покажется ошеломляюще большой. Я тоже несколько вздрогнул, а потом подумал, а что я вздрагиваю? Обычный, абсолютно такой спокойный уровень мобилизационного напряжения во время Второй мировой войны был одна дивизия от одного миллиона человек. То есть 40-миллионная страна может выставить армию в 40 дивизий. Это такой средненький уровень напряжения. Например, Советский Союз, 200 миллионов человек до начала войны, до 22 июня, уже 41-го года, уже имел 300 дивизий. То есть уровень мобилизационного напряжения полторы дивизий с миллиона. Ну, маленькая Финляндия сделала 4 дивизий с миллиона. Так вот, если считать по этим меркам, по очень скромным мобилизационным напряжения, Украина может формировать 40 дивизий, 40 дивизий эпохи Второй мировой войны, это 600 тысяч человек только в составе дивизий. Еще плюс 30% надо всегда, но это статистика, добавлять на корпусные армейские и прочие части. Поэтому мобилизовать миллион мужчин, это абсолютно естественно, это отнюдь не запредельный уровень мобилизации. Разумеется, никто не скажет вам честно эту цифру, и Бутусов не думал, чтобы называл правильную цифру, но в общем, порядок величин совершенно нормальный. Все, что нам надо, это нужно оружие, оно идет бесконечными потоками грузовиков, автофур через польскую границу. Все, дорогие друзья мои, слушаем то, что говорит человек, который находится на фронте. Я прошу вас вернуться к началу и рассказать, как, по вашему мнению, выглядел замысел этой военной операции с точки зрения России, и что было замышлено, и что получилось, и что не получилось. То есть, вот стратегический взгляд на вещи. Вы знаете, нам даже не нужно здесь гадать. Здесь, в общем, украинские военные захватили оперативные документы планирования. Я лично видел документы планирования командира бригады, которые были брошены со всеми грифами, в общем, в портфеле даже, специальном защищенном. Поэтому, конечно, все эти приказы у нас на руках. Я думаю, что украинские спецслужбы их со временем опубликуют. Пока могу сказать, то есть, вопрос, план операции заключался в том, что на большой скорости российские войска, не давая возможности развернуть оперативный резерв, территориальную оборону, прорываются к нашим ключевым административным промышленным центрам, прежде всего, это Киев и Хальков, и берут их в кольцо. То есть, повторяется, можно сказать, если так, знаете, говорить о понятных аналогиях, повторяется ситуация Иловайска-2014 только в масштабах всей страны. Вы помните, что тогда четыре батальонных тактических группы Российской Федерации вышли, перелезали дороги к пути сообщения Иловайской группировки. Это заставило украинское руководство идти на переговоры. Произошла потом Иловайская трагедия, расстреляли нашу колонну, ну и после этого произошли минские соглашения под таким давлением. Было взято много пленных. Ну, в общем, это было тяжелое поражение, и, пользуясь этим поражением, Путин смог навязать Украине минские соглашения. Так вот, согласно замыслу, они должны были выйти, например, если мы говорим про Харьков, с двух сторон, врывалось две бригады с двух направлений, расставляли посты, брали под контроль дороги. Мирные жители получали свободное право на выезд, обеспечивался пропускной режим, заезжала Росгвардия. Во втором эшелоне двухсотой бригады мы захватили не менее пяти автомобилей Росгвардии. Я скоро опубликую фотографии. Кстати, это не просто слова. Действительно, после панического бегства двухсотой бригады более сорока единиц боевой вспомогательной техники оставлено и сейчас собрано уже украинскими военными. И это будет торжественно презентовано, как и десятки, многие десятки других единиц захваченной боевой техники. Поэтому всё это будет показано. Так вот, они должны были выставиться во втором эшелоне Росгвардия. И у них были целые машины, забитые щитами. Я так понимаю, ещё и дубинками. Щиты отвидел целую машину загруженную. То есть они себе нарисовали картину, что армия прорывается, а потом, когда кто-то будет выступать, бунтовать местные жители, то выйдет Росгвардия со щитами, ну, примерно как в Москве, всех поразгоняет недовольных. Извините, я на секундочку просто перебью и уточню. То есть они реально собирались, считали, что с ними воюют нацисты и бандеровцы, которые сейчас разбегутся, а после этого, ну, могут быть, выйдут какие-то недобитые навальнята, и они справятся с одними пластиковыми щитами. Дело в том, что в их плане была определённая логика. Нельзя сказать, что Путин совершенно, скажем, придумал эту ситуацию. То есть план был основан на чём? Массированные, беспрецедентные по масштабу удары с воздуха. То есть поражение сразу всей военной инфраструктуры, всей системы ПВО, военно-воздушных сил Украины. Она была поражена? Сейчас мы этого коснёмся. Это я говорю сейчас про план, да, замысел. То есть они поражали одновременно несколько сотцелей, более 700 целей в первом ударе. То есть авиация, вертолёты, ракеты, практически они уничтожили всю инфраструктуру армии и, возможно, для другой страны, не для Украины. Такой катастрофический урон теоретически мог бы означать, что организованное сопротивление остановлено, невозможно. Административный центр блокирован войсками, разрывать кольцо которых уже нет возможности, нет воинских частей таких организованных. И тогда начинаются приговоры под дулом пистолета у виска. Но, безусловно, здесь пошло масса-масса пошла проблем, которые стали для Путина могильной плитой. Украина уничтожит его и уничтожит путинскую Россию просто до основания. Весь их расчёт строился на том, что Украина это такая же страна, примерно как Россия. Юрий, давайте я на секундочку перебью, потому что мне очень нравится, что Украина уничтожит путинизм. И у меня вообще ощущение, что вы сейчас сражаете за нас, а мы бездействуем. Но давайте всё-таки не говорить слово Россия, потому что Путину бы очень хотелось, чтобы украинцы сейчас говорили слово Россия. А давайте говорить слово Путин. Хотя я понимаю, что нас наше бездействие не красит. Итак, пошла масса проблем. Да, пошла масса проблем. Начиная с того, что, безусловно, Украина имеет очень свою уже субъектность внешнеполитическую, отнюдь не является каким-то несамостоятельным, как это представляют себе в Кремле государством. И, безусловно, наша поддержка, беспрецедентная кампания политического давления и поддержки, которую развернули президент США Байден, например, министр Джонсон, которая началась в ноябре 2021 года, это войдёт в учебники истории как образец применения мягкой силы для сокрушения диктаторских режимов. Это была гениальная операция, гениальное планирование. И западные спецслужбы, спецслужбы НАТО оказали Украине абсолютно полную поддержку в получении всех необходимых разведданных. В результате мы знали заранее не только ориентировочный какой-то день вторжения, мы получили точный час пуска крылатых и баллистических ракет, мы получили точное, одновременно со стартом, раннее предупреждение о ракетном нападении. Это позволило украинскому командованию, несмотря на определённые проблемы в подготовке и нежелание руководства Украины воевать, опасения, скажем, к каким негативным последствиям это может привести. Тем не менее, в последние два дня начали приниматься решения для того, чтобы реально подготовиться к путинскому неминуемому нападению. Поэтому в момент пуска ракет все боеготовые самолёты украинской авиации оказались уже в воздухе. И боеспособную авиацию Путину уничтожить не удалось. Более того, она была расцельноточена, был совершён манёвр авиационный, и были приняты различные меры маскировки, которые позволили нашей авиации успешно выжить и эффективно действовать в дальнейшем. То же самое коснулось систем ПВО. Россия нанесла большие потери, практически уничтожила наши стационарные объекты ПВО. Очень много мобильных зенитно-ракетных комплексов, безусловно, то есть нанесла тяжёлый урон. Но опять-таки, был вовремя применён манёвр зенитно-ракетными комплексами. Очень много из инфраструктуры, очень много из боевой техники удалось вывести из-под удара. и продолжать использовать, продолжать применять. Поэтому этот фактор в военном плане, если мы говорим исключительно военная составляющая, это сыграло огромную роль. Я выезжал на передовые позиции наших войск под Харьковом, и, вы знаете, стоит под Харьковом, это 20 километров от границы с Россией, стоит выйти военному из машины. Всегда подходят местные жители, и только на украинском языке спрашивают, чем можно помочь. Всегда предлагают накормить, принести продуктов, заправить машину, провести разведку. Передают разведданные. Где они видели кого, какие, где у них кто из родственников видел российские войска. Как только происходят какие-то потери, российские войска оставляют какую-то технику. Местные жители, как правило, первыми её находят, выводят её из строя, тут же делают невозможным её ремонт, скажем, в полевых условиях. Поэтому то, что произошло, это просто феномен вообще. То есть нация объединилась в защите своих принципов. Все политические партии, ни одна политическая партия не выступила, даже пророссийские, в пользу российского вторжения. Поэтому украинская экономика и украинское общество мобилизовались, самомобилизовались. Государство этого не делало. Оно не успело провести. Наше государство не провело полноценной адекватной подготовки к войне. Но весь народ встал на защиту. И сейчас армия не нуждается практически, ну в каких-то серьёзных потребностях, не нуждается кроме нового вооружения. У нас старое вооружение, но у нас огромное количество людей. И сегодня мы превосходим российскую армию, которая вторглась в Украину. Если даже по максимальным оценкам оценивать, сколько там батальонных тактических групп, ну даже сказать, что их 80, хотя на мой взгляд это меньшая цифра, даже если давать верхнюю оценку, ну даже 100 округлить это, хотя в России нет такого числа боегатовых прямо для войны частей, но у нас уже мобилизационный потенциал, то есть те люди, которые взяли в руки оружие, либо готовы взять оружие, это значительно больше, я думаю, 700 тысяч человек, не меньше. Поэтому мы превосходим российскую армию настолько, что как только у нас сейчас будет пройден шок этих первых дней, и западные союзники смогут обеспечить нас вооружением в полном объеме, мы сможем маневрировать на поле боя. Вы знаете, там у меня нет ни малейших сомнений. Мы не только выбросим российскую армию со всей территории Украины, мы, безусловно, выбросим их с Донбасса и Крыма. И мы обязательно выбросим их с Донбасса. Сейчас эту операцию ни в коем случае нельзя останавливать. Надо забирать Донбасс. Ну и посмотрим, возможно, сразу же надо переходить и к освобождению Крыма. Потому что вся нация объединена борьбой. Нет, замысел был не такой. Смотрите, Зеленский ему нужен, как человек был нужен, как человек, который подпишет капитуляцию на его условиях. Поэтому свергать его Путин не хотел. Путин хотел его использовать, как и народ Украины. Мы можем говорить сейчас, если мы говорим сугубо про замысел российских операций, то я вам приводил замысел на окружение Харькова, который у нас задокументирован в боевых приказах Российской Федерации. То и то же самое было в Киеве. Цель киевской наступательной операции российских войск был в окружении Киева кордонов по периметру. То есть ошеломить, добиться полной тактической внезапности, несмотря на то, что все говорят война, война, война. Но стратегической внезапности не было. А тактическая была. То есть все-таки украинская власть занимала такую пацифистскую позицию и говорила, войны не будет, это все фейки, западная пропаганда. Поэтому, конечно, люди не хотели поверить, не хотели верить, что соседняя страна, с которой столько связывает, с такой длинной границей, вдруг без объявления войны нас будет уничтожать в таких масштабах. Поэтому они рассчитывали использовать, они добились тактической внезапности, отсюда эти вертолетные десанты в Гастумель, в Николаев, отсюда попытки вот этих, если военным терминологией делать, что они пытались сделать? Они пытались сделать умными словами, если говорить, вертикальный охват. Но только они не поняли, что вертикальный охват, да, есть такой термин, он применяется в военной науке, но невозможен вертикальный охват, если у тебя открытые коммуникации. Маневренная война, механизированная война, она требует защиты коммуникаций. А защищать коммуникации путинские генералы отказались. Они решили, что внезапность будет такой, а красота этих новеньких механизированных колонн, наполненных новой дорогой техникой, будет такой ошеломляющей, что люди перестанут оказывать сопротивление. Ведь, как Путин сказал 24 февраля, это же наш народ, такие же, как мы. Он в это верит, я не сомневаюсь, что это не была постановка, это его искренняя оппозиция. Он считает, что украинцы не существуют, что они, скажем, абсолютно какое-то искусственное формирование. Ну, естественно, я вам хочу сказать, речи Путина ничто так не могло мотивировать, как это видео вот этих предательских ударов, тысячу, сотен ударов по всей Украине, и речь Путина. Ничто так не могло мотивировать людей. То есть впервые украинцы поняли, что война — это общее дело, что будет уничтожен их привычный уклад у всех, где бы они ни жили, в самом последнем селе. Поэтому они поняли, что отступать некуда. Или ты защищаешь ту жизнь, какая у тебя есть, или ты должен принимать российский порядок. И почти все, мне трудно сказать, кто против, может быть, это удивительно, я не вижу просто вообще людей, которые бы дальше были бы компромиссно настроены. Война до победы — это общее требование общества. И вот эти все ракетные удары, российские авиационные удары, они абсолютно людей не смущают. Я тоже попал под авианалет. А что вы скромно говорите на сороковой минуте нашего разговора? Я говорю, потому что во время войны выдавать какие-то детали информации о действиях своих и противника нельзя. Поэтому я не указываю ни время, ни место, где это произошло. Просто могу вам сказать, что, безусловно, ощущения при авианалете, когда очень близко разрывается бомба крупного калибра, они достаточно в тот момент, когда этот разрыв, да, действительно, жизнь проносится перед глазами. Но вы знаете, я был в компании таких прекрасных людей, которые настолько мотивированы, что там просто нет места страху. После налёта все встали, улыбками поддержали друг друга и пошли работать дальше. Никто не дрогнул, все, наоборот, ускорились. Это настолько потрясающе выглядит. В такие моменты ты остро понимаешь. Мы готовы, здесь уже все люди готовы к жертвам. Мы давно готовы к жертвам. А вот готова ли к жертвам Россия? Готова ли она терять своих людей в этой войне, о которой она уже фактически проиграла? И никаких шансов теперь удержаться в Украине, в России нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова